Следующий вопрос. Теперь другая история. Опять скончался бывший освобожденный раб. И оставил после себя только брата-освободителя и деда-освободителя. В этом случае кто получает наследство? Нам ответ заранее известен. Как говорили опять, тот, который ближе по особи. Кто у нас ближе по особи? Дед или брат? Ближе по особи? Брат, а не дед. Точнее, дед, а не брат. Дед перекрывает кого? Брата. Говорит Муктада, Говорит, исходя из слов тех, которые сказали, что дед подобен отцу, получается то, что они в данном случае отдадут все наследство деду. Потому что он ближе по особи, чем брат. И это является правильным мнением. То есть, исходя из того, что мы разбирали ранее. Если в вопросе остался дед и братья, кто перекрывается? То есть, братья перекрываются дедом или нет? Говорили, да, дед перекрывает братьев, какими бы они ни были, по матери, по отцу или родными. И забирает все наследство. То же самое здесь. И второе мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые сказали, что дед и брат освободителя делят наследство, оставшееся после освобожденного раба, бывшего, на две части. После смерти бывшего освобожденного раба на две части. То есть, каждый забирает по половине. Это мнение Ата, также Лейса, также Аляуза, имама Ахмада. И это одно из мнений имама Шафии, Абу Юсуфа и Мухаммада ибнам Хасана Ашрибани. И третье мнение в этом вопросе, это мнение имама Малика, который сказал, «Все наследство забирает кто? Брат, а не дед». И это второе мнение имама Ашшафии. Правильным мнением в этом вопросе является какое? Первое. То, что все наследство в этом случае забирает дед освободителя, а брат освободителя не получает ничего. Далее, следующий вопрос.